Проткнула? Зачем ты проткнул ему? А он ему первый проткнул. А ты еще проткнул? А зачем? А он сам первый сказал. Ты так умеешься? А я сказал да. И ты показал, как ты умеешь. Ну, что вы делаете? Зачем? Это Женя, она угощала барней всякими-всякими-всякими. Непонятно чем. А мне опять разукрашивать. Понравилось разукрашивать, да? Мама, почему это и наше? И вон Федя аккуратненько разукрашивает. Помните, как я желтенькую начала разукрашивать? Он ее докрасил фиолетовую. Ну, прям аккуратно. Для мелких прям вообще классно. Ну, и Арсене нравится. Мам, мне этот цвет. Бортак. Мам, вот, меняется. Ага, меняется. И вот здесь. Это у тебя уже разукрашено? Да. Красиво. Надо бы мотить мой хвост. Смотри пока. Не смотри пока? Ага, молодец, сынок, молодец. Ой, занимайтесь. Так, девочки, мы дома. Мы поели. Я замерзла, как собака. Просто, просто. Потому что я с этими женщинами, которые разговаривала, ну, значит, квартиры, без капюшона стояла. Не знаю, почему я его не надела. Хотела прическу не испортить, девчонки. В итоге. В итоге я потом уже надела, потому что я замерзла, несмотря на то, что в машине было тепло. Вот. Так. Сейчас списалась с застройщиком вот этих, вот этого комплекса, да, жилого. Завтра в 12.20 поедем смотреть. В общем, просто объявление есть на первых этажах и на пятых. Я пишу, а есть вообще что-то среднее? Третий, четвертый, там, второй. Ну, короче, есть, да. Сначала она написала, что три квартиры, две квартиры есть на третьем этаже, потом позже написала, одна квартира осталась. Ну, как бы, может, это маркетинговый ход, не ход, короче. Я говорю, завтра можно посмотреть. Да, в 12.20, короче, завтра поедем. Вот. К Жене съездили. Мы к Жене, в принципе, что заезжали? Отвезти шарики ей. Я уж не стала ей звонить. Вот. Она знала, что я шарики ей привезу. Короче. Короче, дело к ночи. Так, знаете, сейчас читаю комментарии некоторые. Прямо так неприятно читать, что, типа, интрига по поводу того, что мне там стало плохо и вообще уже напридумывали, что я беременна, у меня ковид, туда-сюда. Смотрите. Я вам сейчас сразу скажу, почему я об этом сразу не сказала. Во-первых, скажу, почему не сказала, а потом скажу, что случилось. Потому что я знаю, что советчиков очень много. Я мнительная. Мнительная в каком плане? В плане вообще здоровья. Когда начинается вот это вот пример приводить, советы давать, рекомендации. Я не знаю, кто из вас врач, кто не врач, да. Я верю, допускаю, многим верю. Знаю, что много жизненных ситуаций каких-то бывают, да. Но получается так, что одни пишут одно, другие другое. Я потом буду в раздумьях и еще что-то. Я могла сказать об этом, естественно могла, девчонки. Я просто не стала. Потом никакой интриги, ничего я не хайпанула на этом. Если бы я хайпануть хотела, я бы написала в названии видео первые слова, чтобы они бросались в глаза. И не в конце, а, ну блин, понимаете, да. Нет, я этого, естественно, делать не стала. Поэтому я знаю, что многие видео до конца не досматривают. И, соответственно, в конце об этом сказала. Я просто понимала, что я снимать больше не смогу. Хотя я планировала в пуфике разобраться вместе с вами. Думаю, как раз, ну, чтобы влог длинный не был, разберусь. Вот. Да, мне действительно стало плохо. Плохо стало почему? В общем, помните, несколько дней назад я ездила к Насте на ногти. Она мне повредила немножко кожу. Ну, такое бывает. Это вообще как бы сплошь и рядом. И не первый раз. Ну, короче, такое бывает. И я приехала домой, стала есть, готовить посуду, мыла, в общем. У меня даже один раз было. Я помню, что у меня все пальцы болели. Не от Насти, а кто-то мне другое делал. В общем, короче, все пальцы болели. И дня три или четыре. Я еще помню, что по телефону разговаривала, жаловалась. Я вот только не помню с кем. Это было года полтора назад. Ну, не Настя мне на тот момент ногти делала. То есть к Насте, по большому счету, у меня никаких претензий нет. Ну, повредила, повредила. Причем там кровь немножко пошла, она ее остановила и все. И на следующий день у меня палец, ну, просто болел. Просто болел. А вот на следующий день, через день, девочки, у меня палец опух. Опух так, что я не могла вообще им шевелить. Он у меня... Слушайте, видите, хотя не на этой руке. Это я сейчас нервничаю, потому что я помню, какая это была адская боль. Я везде им все задевала. Вот понимаете, как у нас каждая часть тела, да, все... Ну, значит, очень много, кажется, ну, вроде бы, ладно, палец порезал или еще что-то. Ну, постоянно начинаешь задевать этим, там, ударяться или еще что-то. Когда в нормальном состоянии, мы этого не замечаем. А тут у меня аж искра из глаз. И, в общем, палец опух, причем опухло так, что... Короче, поврежден один палец. Ладно, давайте вот так. Сейчас мне уже лучше. Сейчас кто-то скажет, Оксанда, это херня полная. Ну, сейчас уже, да, херня полная. Вот я показать принесла, что я пью антибиотики. Дешевые купила за 207 рублей, потому что... Потому что остальные, блин, такие 500, 600, 800 тысяча. В общем, купила вот такие вот антибиотики. И вот, ну, то есть, понимаете, где, как показать-то? Вот что у меня сейчас с ним. А было так, что он, во-первых... Вот я прямо переживаю, что, блин, даже боюсь прикасаться к нему. Он опух. У меня болел вот тут, все было красное. Сейчас даже, не знаю, красное уже, не красное. Вот с этой стороны красное, с этой. Болит этот палец, болит этот палец. У меня опухло вот эта вот часть вся. Вот тут вена, ну, прямо такая надулась и была красная. Потом дальше вена пошла сюда, вот сюда, вот сюда. И вот по этой части, и вот у меня вот гиб вот тут болел. То есть, понимаете, да, у меня попала инфекция какая-то. Я ничего делать не могла. Я, блин, я, я говорю, это просто, мало того, оно все горело. Оно пульсировало постоянно. Вот это вечером началось, наверное, на следующий день. Когда я там не месил пила, я не знаю, я приложила левомиколь. Короче, я Насте написала, скинула фотографию. Говорю, Настя, что делать? Ну, как бы, может, у тебя тоже было такое или что? Я говорю, у меня были такие ситуации, когда у меня болела кожа, болели ногти. Когда там глубже что-то как-то сделали. Ну, в общем, не суть. В общем, я погрела. Ну, не погрела. Я подержала палец в соде. В воде в соде. И приложила левомиколь. Ну, я не завязывала палец, а просто. Потому что я не могла даже завязать. Мне было прикасаться к нему. Боль невыносимо. Вот. И в итоге, когда я пошла в оптику. Ну, естественно, палец у меня болел. Конечно. И я написала двум девочкам. Значит, одна делает ногти. Она очень умная. Лера, тебе привет. Потом Наташа. Наташа, медик. Наташа, тебе тоже привет. В общем, девчонки, конечно. И скинула им фотографии. Вообще, когда я это сделала? Когда я была в оптике. Там было очень хорошее освещение и белый фон. И не знаю, если получится у меня. У меня просто на этом телефоне фотографии, да, которые я... Я вот так на палец-то посмотрела, быстрее сфоткала и отправила. Если получится с этого телефона... Не получается у меня на компьютер скинуть что-либо с этого телефона. Вот. И на белом-то фоне при ярком, хорошем освещении... А у меня же зрение-то вообще... Прям, девчонки, я все мутно видела. Оказывается. А тут я смотрю, блин. И понимаю, что у меня, ну, прям пипец с пальцем. Они пока не видели этих фотографий. Я просто сказала, что делать. Ну, как-то что-то. Потом они говорят, да, есть фотографии. Я когда сказала, там девчонки, ну, все, говорит, Оксана, пипец. Кто что? Это мне два человека только сказали. Два. Что вплоть до того, что снимать ноготь. Вот. Ну, естественно, антибиотики пить. Естественно. Что? Нет, нельзя зайти. Зайди, поздоровайся. Ты уже здоровался сегодня два раза. Я же вас показывала. Вы рисовали. Ну, давай быстрее. Нормально только. Да, иди. Все, иди. А вот это что такое? Таблетки. А вот это мой. И, в общем, короче, я когда шла уже из оптики, я еще, мало того, немножко подзамерзла. Ну, то один пакет несла в одной руке, то в другой. У меня палец еще больше стал пульсировать. Я как бы несла, ну, потому что в одной руке я еще тяжела. Потом я еще, когда снимаю, я всегда снимаю левой рукой. У меня палец замерз. Я когда домой-то пришла, у меня так стало стрелять, меня так стало колоть. Просто я думала, я сознание потеряю. Ну, я, у меня голова кружится, я, короче, стою, ну, не понимаю вообще. И я продукт это вам показала. И вот потом я вам сказала, что, ну, вот у меня сейчас неприятность произошла, да. И не знала даже, что делать. Ну, просто мне некогда было снимать. И думаю, блин, или сейчас снимать, я могла продолжить снимать. Или же просто, ну, блин, делать что-то. Делать с этим пальцем что-то. Вот. Но в итоге я ничего не сделала, потому что мне надо было на монтаж поставить видео. И позвонила, позвонила Леша, я пошла за детьми. То есть я за антибиотиками пошла, вот не на врать бы. Я в Вале голосовое записывала, по-моему, в половину десятого вечера. Ну, я ни Лешу не стала напрягать, ничего. Ну, потому что он пришел, он мыл посуду, он разогревал. Еда была. Разогревал. То есть, ну, как бы вот. Девочки, это было, ну, нифига не смешно. Вообще не смешно. Но, я говорю, опять же, я никого не хотела обидеть, ничего. Кто мне писал в личку, я всем говорила там, что случилось, да. Вот. Но у меня такое состояние было. Состояние, не состояние. У меня голова начала на этом фоне болеть. У меня все начало болеть. И вот эта вот вся рука, вот я говорю, вот так, как идет вена, она же сюда. Понимаете, у меня что в голове-то? Палец. Ладно, ноготь. Ну, как бы, нет, не ладно, но ноготь. А то, что у меня последствия пошли вот на руку, все. Сейчас у меня все. С первой таблетки антибиотика у меня, мне как бы стало легче. Стало легче. Спать еще было так, куда нет, а на следующий день уже полегче. Ну, естественно, я курс пропью. Вот. И что я хотела сказать? Пишите, что Василек. Она ничего не сказала, зато Василек выложила. Да, я Василек выложила, потому что это моя работа. Мне было безумно больно. Мне не было настолько жарко, кто смотрел Василек, что я говорила, что мне жарко. На самом деле, меня от боли, когда я пакет открывала, мешок, да, все доставала, меня от боли кидало в жар. Ну, мне нужно было снять Василек, потому что я не имею права не снять его, если я должна это сделать. Поэтому я выложила Василек. И вот пишите. Опять Василек, задолбал Василек. Я уже отдельным видео выкладываю. Я не показываю его во влоге. Так не смотрите. Вот что за затычки, девчонки, которые прибегаете, блин, и вот эту херню пишете. Так это все... Это я, значит, получается, Вас обманываю, кого-то, что-то, а когда выстрелете, блин, в душу, это прям нормально. Вот. Вы никак не можете... Сидит она дома, ничего не делает. Ну, посидите дома, ничего не делаете. И будет вам на халяву Василек присылать, и не только Василек. Что же вам не присылают, если вы все такие занятые, и вам не присылают. Это я обращаюсь сейчас к тем, кто про это, про все пишет. Ну, чтобы это все присылали, блин, это нужно заработать, чтобы присылали. Заслужить это нет, конечно. Хотела сказать заслужить. Нет. Это нужно, чтобы... Просто так... Сейчас у меня такое настроение, блин, с этими вот квартирами тоже. Вот я же читаю комментарии. Просто одним словом я не могу... Не могу ответить, да. А получается так, что... Двумя словами. Долго писать. Кстати, хотела сказать... Я же плохо вижу, девочки. Да, я сейчас вот монтировала видео. Я монтировала в очках. Вот такие вот я очки себе заказала. Так близко я сразу стала. Мальчики их даже в руки не брали. Ну, и брать не будут. И... Ну, во-первых, они знают, что это очки. Блин, все такое близко. Господи. Это пипец. Мне непривычно. И у меня, знаете, как... Вот так. Вот я сейчас смотрю в телефон. И он у меня вот так вот сделан. Ну, понимаете, да. Вот. Ну, а что делать? Деваться некуда. Буду в очках ходить. И, значит, получается влог, который вышел вчера. То есть этот вы смотрите сегодня, который вышел вчера. То есть в субботу. Сегодня суббота, да. Когда Василек вышел. Не знаю, если кто-то досмотрел до конца, то я там написала, что загляните в описание. Потому что в описании я... Ну, на сейчас, на сию минуту я еще ничего там не писала. Видео монтируется. Вот. А так... Ну, в двух словах объяснила причину. Слушайте, голова кружится. Вот сейчас сижу, голова кружится. Вот. Квартира, квартира. Да. Прям... Ну, я не хочу откладывать это в долгий ящик. Ну, раз мы уже сейчас загорелись и надо. Потому что очень часто бывает такое, что многие загораются, потом возникают какие-то трудности, откладывается это на потом, потом снова загорают, потом снова на потом. Ну, блин, я так не хочу, и поэтому надо сейчас мониторить. Но, если мы будем смотреть новое жилье, да, вот это, я просто... Сниму очки. Не представляю, как это вообще... Ну, она-то будет с нуля квартира. Леша говорит, надо. Тогда, когда дачный сезон будет. То есть мы будем на даче, дети будут в саду, там ты будешь на даче, я буду либо на работе, либо он в отпуск возьмет, чтобы эту черновую... Там уже черновая отделка сделана. То есть там не голимый кирпич, а там уже черновая отделка сделана. Там нужно будет... Что? Чистовую сделать, а потом уже финишную. И он говорит, тогда мы все сможем сделать. Я говорю, что сможем сделать? Я сейчас с ним над этим не разговаривала, он уснул. Сейчас поел тоже, ну, наездился, навозил нас. По поводу... Чего по поводу? По поводу... Не унитаза. Ванна у нас есть. У его отца стоит ванна из нашей квартиры. То есть она нормальная, она в хорошем состоянии была. Не знаю, какая. Ну, то есть она... Ею не пользуются, она просто стоит. Я все думала, ее на дачу привезти, а потом говорю, нет, на дачу не надо. Вот. Потом, если будем эту квартиру продавать, то, может быть, ее сюда поставим, а с другой стороны, никуда мы ее сюда ставить не будем. В общем, ванна у нас есть. И... Получается унитаза... Ну, то есть, понимаете, кухня, я даже не переживаю насчет кухни, там будет плита, холодильник, скорее всего, мы здесь оставим этот. Ну, я так понимаю, ну, логический, да? Логический. А что логический? Разве холодильники оставляют? А с другой стороны, он небольшой, он маленькую, ну, мало места занимает. И если его забирать, а потом что продавать, мы его не продадим. Ну, то есть, а здесь людям, возможно, он понадобится. Если он людям понадобится, то мы его оставим. Вот. Скажу лучше так. Вот. С кухней я торопиться даже не буду, потому что у меня есть столешница трехметровая. Я ее тупо положу. Леша сделает каркас из деревяшек. Я шторками закрою. Ну, полки сделает там. Благо и доски есть. Ну, какие-то доски. Вот даже доски стоят. Видите? Надо ножки переделать. Устала. Устала, простите. Я только поела. И так согнулась. Вот. То есть, я насчет кухни даже не переживаю. Стол со стульями есть. Причем достаточно. Мне когда-то приятельница отдала стулья деревянные, такие белые. Старые советские стулья, но они такие крепкие. Она говорит, для дачи. А я не стала для дачи использовать. Они у меня тоже у Лешиного отца стоят. Их покрасить белый цвет, все двушки перетянуть. То есть, классно. Еще есть другие стулья. Стол есть. Это я... Когда я в мебельном работала, у меня была возможность, ну, напрямую заказать. Вот. По оптовым ценам, да. Я заказывала. Хотя у нас, знаете, какой директор? Была. Ну, то есть, была она и есть, но она у меня была, да. Вот идет машина. Большая машина. Столок со стульями. Она всегда... Машина идет доставка бесплатная. То есть, мы заказываем где-то под реализацию. Доставка бесплатная. Но, чтобы, допустим, купить... Ну, вот, вот. Она же на магазин пришла. 10% наценка. Меня все время так это удивляло, так бесило. Нет, я понимаю, если бы доставка была платная. Вот идет машина с диванами, к примеру, да. Плюсом 10%... Ну, допустим, это к мебели. И то это получается... Человек работает, сотрудник. Получается, плюсом 10% к мебели. Ну, хорошо, она за доставку заплатила. Но, когда идет доставка бесплатная, еще и под реализацию ей дают, и тут я куплю, ну, грубо говоря, на свои деньги часть денег вернет, да. Нифига, все равно плюс 10% от стоимости. Но, так как я была менеджером по заказам, вот, ну, по всему я была менеджером, я... Ну, естественно, блин, я себе купила стулья без проблем. Как бы, ну, просто за наличку, тупо за наличку приезжал всегда... Ну, он не менеджер, он даже... Там, он хозяин. Он приезжал, он всегда спрашивал, ассортимент смотрел, что-то рекомендовал. Мы с ним общались. Не директор общался, а я. И я стулья себе со столом заказала, купила, то есть без проблем, я отдала ему деньги и все. Также и диван, который у нас есть, тоже без проблем. Мне сделали, привезли. У нас была своя газель. Ну, я с мальчишками договорилась, мне за 500 рублей привезли. Просто договорилась, чтобы он на ту точку доехал и привез, ну, в общем, из Москвы дела. Поэтому, ну, мебель есть. Я даже... То есть на первое время мебель есть. Понятно, что я хочу как-то по-другому, но я даже по этому поводу не переживаю. Вот. И... А, и, кстати, мы что выяснили? Там все квартиры, которые двушки, они одинаковая планировка. И, представляете, вот я давно-давно, в общем, ну, многим девчонкам уже своим скидывала квартиру, которую я хочу, там, ну, которую я хочу. И мне очень нравился там ремонт. Да нет, даже не то, чтобы ремонт. Ну, нравилось. Что-то нравилось. Я бы, конечно, на свой вкус переделала, так бы я не сделала, но жить бы в этом я стала. Ну, как бы красиво. Я бы так не сделала. Там, к примеру, зеркала с фацетом, а они прямо ромбиком, много-много фацета. Два зеркала. То есть, нет нормального зеркала, к примеру, в туалете, да? Я бы так не сделала. А, в общем, это красиво. Ну, дизайнерский ремонт. Вот. И, представляете, оказывается, это квартира вот в этом районе и причем в соседнем доме. Я все, ну, никогда гнать не могла. Вообще, как? Я говорю, Леша, там площадь больше. Я хочу в этом доме, где площадь больше. Леша мне сегодня посчитал там все, хотя я по кухне считала. Ну, в общем, короче, там просто соединили. Ну, блин, в площадь написали этот размер балкона. Так что, так что мысли, да, сейчас все об этом, об этом. Слушайте, вот сейчас палец нормально. Нет, если вот с этой стороны прикасаться, то больно. А так нормально. Так что, не обижайтесь на меня, девочки. Всех я уважаю. Если бы я не уважала, то я бы совсем по-другому относилась. Я, есть люди, которым я, близкие мои люди. Ну, я просто совсем по-другому. А кого я не уважаю, я блокирую. Вот. Да. Потому что такие люди не уважают меня тоже. Потом, что я еще хотела сказать? Да много чего хотела сказать, блин, но просто вот сейчас я говорю, читаю. А, кстати, вот, я же, я вам сейчас покажу. Покажу. Точно. Вот на этот телефон я фотографировала. Сейчас я вам быстренько фотографии. А где фотографии смотреть? Где фотографии? Или это видео? Нет, это фотографии. не открывается. Сейчас я просто здесь смогу увеличить, что у меня было с пальцем. Вот смотрите, блин, ну, наверное, тоже плохо видно. Вот что у меня, значит, было с пальцем. Это вот я на белом фоне. Потом у меня пошло это по вене. Видите? Это я фотографировала в оптике. А когда я уже пришла домой, все было еще хуже. Ну, воспалительный процесс-то шел. И получается, вот, и между пальцами вот это все дело. и вот. Это, ну, вот на этой части. А когда я уже пришла домой, я вам продукты показала, с вами попрощалась, и у меня есть кадры, ну, я не знаю, вставила я их, ну, в плане, вставила, получится вставить или нет, где я уже показываю, вот здесь вот у меня, по-моему, как раз на фоне продуктов, чтобы не думали, что это там позже, не позже. Вот. Короче, вот такие вот дела. Знаете, как очкануло, девчонки? Просто не представляете. Знаете, даже за что? Не за то, что, блин, что я там, конечно, без руки останусь, там это, но про красоту я вообще не думала. Ну, то есть, понимаете, я думала, блин, у меня двое детей, у меня, да я, блин, что только не думала, у меня тут паника началась, прям, и я села, все равно села монтировать видео, потому что, девочки, это моя работа. То есть, я понимаю, что, а видео, наверное, не вышло, да тогда? Я вообще не помню. Не помню, мне так плохо было, что я даже не помню. Но то, что я его перекинула в компьютер, а монтировала, ага, монтировала. На вечер выложила, да, да, это же я в тот же день и выложила. Со стаканом сидела, палец держала в соде, я отвечала на комментарии, залила там, ну, потому что я одной рукой-то отвечать могла, а второй мне надо было буквы большие, ну, нажимать, где-то там, восклицательный знак ставить, и получалось так, что я все время руку вытаскивала из стакана, весь залила манитур, этот, ноутбук, стол весь, ну, поняли, да? Поэтому вот, что-то мальчишки начинают капризничать. Арсений без сна, Федя в машине поспал, естественно. У нас такие жуки ползают, господи, как я не хочу первый этаж. Нет, вот я знаю, что в таких квартирах, наверное, ну, вот в новых не будет жуков. У нас, девочки, вот такие жуки ползают, вот такие. Я сейчас, когда приехали, забыла, ну, хлеб забыли купить. Леша в магазин ходила, забыла хлеб купить. Ну, не знали, есть или нет, я его не ем, а потом выяснила, что нет, я говорю, ладно, иди, а я пошла, я почему еще сильно замерзла. И я пошла, и выхожу, значит, в подъезд. Соседка, прыскает дихлофосом, причем такой, ландышем пахнет, приятно пахнет. Он говорит, так, Санна, вас жуки не одолели? Я говорю, одолели. Ну, я говорю, я как-то это, ну, привыкла, но с другой стороны, я говорю, вы не слышали, как я ночью орала? Ну, блин, нет, понятно, что я орала не так, чтобы всех разбудить, но как я бегала, потому что я себя хотя бы в тапках была, а то я босиком, а они ползают, свет включаешь, они прям разбегаются. Одного убила, два убежала. Она говорит, уж я-то какая чистюля, почему она мне это сказала, я не знаю, она у меня дома ни разу не была, вот, ну, уж я-то какая чистюля, ну, у меня, говорит, откуда они у меня-то? А я говорю, минус первого этажа, что откуда? Тем более, они раз на раз не приходятся, каждый год по-разному, иногда их больше, иногда их меньше, вот, и я говорю, жуки, она говорит, нет, это тараканы, ну, я считаю, что-то жуки, ну, хотя, может, это такие тараканы, ну, не такие рыжие тараканы, а черные большие жуки, которого, ну, хотя они не жесткие такие, знаете, когда жуков дальше, простите, кто кушает, они так хрустят, а здесь они вроде такие мягковатые, потому что я вчера вот одного била, била, но он как бы не хрустел. Ой, девочки, так что вот так, что все, все мысли, да, и не хотим мы ипотеку, с другой стороны, если эту новую все-таки квартиру, девчонки, я сейчас наболтаю, я летела только объяснить, что у меня произошло, вот, ну уж простите, кто, спасибо тем, кто досмотрит до конца, ипотеку, в общем, короче, если даже мы будем брать какую-то ипотеку, минимальную, вообще минимальную, то есть я говорю, на мебель, на обои, вот на это вот мне как бы и не надо, мы со временем это сделаем, мне надо, чтобы он сделал белые стены, хотя бы белые, да, а там постепенно, постепенно, чтобы это все было без долгов, ну, чтобы быстро погасить то, что будем брать, ну, понятно, что ванна, как хочется ванну, даже мне уже хочется ванну, ванна, унитаз, вот это вот, ну, раковина, это в первую очередь, и вот плитку, туалет, ну, это надо будет, сделать, но я не буду гнаться за какой-то дороговизной, дороговизной, да, я не буду за этим и зачем гнаться, я не вижу смысла в этом, тоже кухню буду делать, ну, как бы я разбираюсь в кухнях, девочки, вот у меня кухне 14 лет, уже, ну, вот сейчас она уже пришла в негодность, да, ну, примерно, может быть, МДФ, но и сделаю, я не вижу вообще смысла, суть-то в чем, что сами корпуса шкафов, они из ДСП сделаны, в основном везде идут одни и те же, мало где делают, есть только на заказ влагостойки, а так обычные ДСП, а вот фасады, уже от фасада зависят, ну, есть сейчас фасады МДФные, тоже красивые, даже заморачиваться не буду, потом дышать, пылинки сдувать с этой кухней, у меня два пацана растут, даже вообще, дорогого ничего не буду делать, буду через свои какие-то связи, хотя разговаривала с подружкой, она у нас работает, ну, блин, я у них работала, а она говорит, а что ты хочешь в нашу кухню-то, я говорю, ну, потому что я могу ее себе сделать подешевле, ну, через фабрики, мы от производителя, сейчас меня кто-то послушает, все эти закроют, все, все, короче, лазейки закроют, нет, не закроют, потому что у меня очень много знакомых, кто может на себя оформить, ЭПшников, кто берет наши кухни, то есть, как бы это нет, не проблема, и вот, я просто к чему говорю, она говорит, так есть вот ладья мебель в Иванове, я плохо знаю их производство, она говорит, Оксан, дешевле, ничем не хуже качество, хотя она разбирается, она сама работает в мебели, даже побольше, чем я, года на три, то есть, у нас она работает, на года на два попозже пришла, чем я, а так года на три дольше, чем я, в общем, работает, или даже на четыре, вот, и она говорит, вообще не хуже ничем, я говорю, серьезно, ну, тогда, ну, тогда, в чем вопрос, значит, там закажем, вот, я попробую по индивидуальному заказать, через своих ребят, которые у кого свои цеха, да, но, это знаете, нет ничего хуже, чем обращаться к своим донашим, потому что за бесплатно работать никто не будет, понятно, что мне бесплатно и не нужно, но всегда получается это дороже, потому что человек доверяет, это как правило, так оно и есть, человек доверяет, он не перепроверяет потом, он думает, что ему сделали по халяве, но просто вот так оно дорого, а на самом деле, а на самом деле, в общем, вот так вот, так, девочки, ладно, буду заканчивать, мне звонит Виктория из Америки, поэтому, спасибо, что были со мной, все, всем пока! Виктория из Америки, Всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok